Приветствую, друзья, с вами Bex. Как стало понятно из названия, мы поговорим про проект студии Вламбер, собственно, Superhot, в котором, по слухам, разработчикам удалось смиксовать логическую игру с жанром шутера от первого лица. В наших силах проверить это, а также определить, так сказать, градус интереса. Что ж, давайте разбираться вместе, настолько ли горяч Superhot, как об этом кричит само название. Поехали! Суперход Примечательно, конечно, что игра появилась одновременно на ПК, Мак и Линукс. Произошло это 25 февраля сего года, а вот обладателям консолей придется подождать до марта, который, кстати, уже наступил. Причем речь идет только о версии для Xbox One. Чем обоснован такой странный игнор, непонятно. Вполне возможно, со временем эту досадную несправедливость исправят. Ну а пока только так. Чем же так уникален Superhot? Точнее, так ли он уникален, как об этом кричат? Уверяем вас, критики и мнений более чем достаточно. Все зашло настолько далеко, что игру прям именует не иначе, как Super Shooter. Это, конечно, вполне логическая трансформация, но вот настолько ли соответствует реальности – хороший вопрос. И знаете, похоже, частично соответствует. Да Super не дотягивает. Но зато по части уникальности все очень даже ничего. Ну или необычности, если вы склонны придираться к словам. Кстати, эта так называемая необычность не отбивает интереса к игре, что, согласитесь, встречается сплошь до рядом. Необычный же Superhot объясняется очень просто. Действие в игре продолжается только тогда, когда вы движетесь. А когда останавливаетесь, то все протекает в замедленном режиме. Можно сказать, практически замирает. Впервые такая идея проскочила и была реализована на портале 7dayfps в 2013 году. А уже после, когда прототип получил однозначную поддержку в виде многочисленных положительных отзывов, разработчики ухитрились наскрести аж целых четверть миллиона долларов для создания полноценной игры. Итак, что же нам, собственно, дает такой инновационный геймплей? Естественно, прежде всего, возможность просчитать траекторию вражеского выстрела. Удачно увернуться от пули. В общем, объективно оценивать обстановку перед тем, как бесславно умереть. Да-да, не обольщайтесь этим читерским слоумо. Умирать в Сайперход вам придется очень часто. Настолько часто, что зачастую надо будет выучить очередной уровень наизусть, прежде чем успешно пройти его. Ну и, конечно, как же без этого? Не обойдется без самопроизвольных возгораний Пукана. И это будет продолжаться до тех пор, пока вы не постигнете своеобразной дзен игры. Вместо того, чтобы, очертя голову, броситься на врага, необходимо замереть, слиться с окружением, сделать пару глубоких вздохов и сказать «Ай да нахрен все, просто запомните». Движение надо прервать резко и вовремя. Ну или рассыпаться от выстрела врага на мелкие частицы чувства собственной важности. Выбирайте в любом случае сами. А еще вам гарантировано море ничем не замутненного фана в случае успешного прохождения левела каким-нибудь особо извращенным способом. Знаете, эдакий кривоватый хитман, где в роли противника выступают угловатые красные человечки. Зато арсенал по уничтожению уных, по нашему мнению, местами даже превосходит сагу о лысом убийце. К тому же все уровни не настолько длинные, чтобы вас бомбануло по-настоящему. Даже зашкаливающее по всем параметрам количество смертей ограниченно и динамично вписывается в механику игры. Просто продолжайте и все. До победного финала. Вывод образовался такой. Конечно, на ум приходят и другие проекты, с которыми Супер Ход можно сравнить. Ходлайн Майами, к примеру, или Пони Айланд. Так что назвать игру, как уже упоминалось, Супер или Уникальный, это надо в конец утратить здравый объективизм. Но что-то в ней определенно есть. Что-то, что заставит вас потратить, нет. Не бесчисленное количество часов. Игра довольно непродолжительная. Но ровно столько, чтобы абсурдность и абстрактность происходящего окончательно не проела вам плеш. Кстати, именно на этом месте игра и завершится. Как будто разработчики очень четко определили этот самый момент. В общем, ознакомьтесь на досуге. К тому же бесплатно. И пишите свои мнения от увиденного в комментариях. А с вами был Бекс и наша команда. Не забываем ставить свои большие пальцы вверх и подписываться, кто еще не подписан на канал Гоха Медиа. А также посмотреть прошлый выпуск-обзор по Neville Action. Всем пока и услышимся!